Всем привет! Меня зовут Ефим, в эфире Форк Ньюс. Поехали! В ночь со 2 на 3 февраля 75 поддерживаемых сервисом Staked Validator в Ethereum 2.0 лишились части внесенных для стейкинга эфира. Об этом сообщается в блоге стартапа. Подвергнутые штрафом валидаторы также теряют возможность получать вознаграждение. Подобные санкции применяются в ситуациях, потенциально угрожающих работоспособности сети. Они выступают страховкой от злонамеренных действий пользователей. Подвергнутые этой процедуре валидаторы не смогут вывести средства до появления такой возможности в Ethereum 2.0. В Staked утверждают, что причиной штрафов стало стремление повысить показатель аттестации. Это должно было увеличить доход клиентов стартапа. С этой целью на протяжении последних 6 недель сервис добавил ряд улучшений. Тестовая сеть не выявила ошибок. Однако при переходе в реальные условия валидаторы Staked стали часто перезагружаться. Это привело к запрещенному двойному подписанию блоков. В блокчейн-обозревателе в качестве причины слэшинга указано нарушение при аттестации. С момента запуска нулевой фазы Ethereum 2 число оштрафованных валидаторов достигло 114. В Staked внесли все необходимые изменения для недопущения повторных подобных ситуаций в будущем. Пострадавшим клиентам будут выплачены утраченные и недополученные эфиры. 6 февраля цена первой криптовалюты вновь преодолела психологический уровень 40 тысяч долларов. Последний раз на этих отметках цифровое золото пребывало 10 января. Известный трейдер и теханалитик Микаэль Дван де Папе выразил мнение, что в настоящее время цифровое золото тестирует зону сопротивления, отделяющую цену от нового максимума в районе 50 тысяч долларов. На данный момент цена биткоина вернулась к отметкам 38 тысяч долларов. Разрабатывающая стейблкоин Терра компания Terraform Labs привлекла 25 миллионов долларов для расширения применения актива в DeFi секторе. В раунде финансирования приняли участие Galaxy Digital, Coinbase Ventures, Pantera Capitals и другие компании. Стартап также планирует расширить взаимодействие и с другими блокчейнами. Terraform Labs известна эмиссией стейблкоинов с привязкой к различным фиатным валютам для сферы электронной коммерции. Стартап также стоит за популярным в Азии платежным решением ЧАИ. 5 февраля цена второй по капитализации криптовалюты установила новый исторический максимум на отметках выше 1700 долларов. На бирже Bitstamp котировки Ethereum вплотную приблизились к 1765 долларам. В 2020 году общий объем криптовалютных платежей в Даркнете составил 1 миллиард 700 миллионов долларов. В тройку лидеров по обороту средств на черном рынке вошли Россия, США и Украина. В России годовой оборот криптовалюты в Даркнете превысил 288 миллионов долларов. В США 179 миллионов долларов, в Украине 98 миллионов долларов. Чаще всего пользователи отправляют средства через криптовалютные биржи, P2P-платформы и сервисы микширования. Для их получения они используют биржи и миксеры. Лидирующие позиции среди поставщиков услуг на черном рынке занимает Marketplace Hydra. На него приходится 75% всей выручки в Даркнете. В четвертом квартале платежный гигант PayPal привлек 16 миллионов новых клиентов и обработал платежи на 277 миллиардов долларов. По словам CEO Дэна Шульмана, компания активно инвестирует в криптовалютное подразделение, которое более чем оправдало ожидания. Совокупный доход PayPal за четвертый квартал относительно предыдущего вырос на 23%. На финансовый результат положительно повлияла поддержка криптовалют. Конкретные цифры в контексте цифровых активов не раскрываются. Однако известно, что 11 января пользователи совершили операции на рекордные 242 миллиона долларов. Компания не стала включать в общий объем те платежи, что связаны с криптовалютой. Шульман пообещал в 2021 году представить расширенную дорожную карту в контексте блокчейна и цифровых валют. В презентации эта область представлена как ключевое направление деятельности. По его словам, компания работает с регуляторами для формирования следующего поколения устаревшей финансовой системы. Финансовый директор PayPal Джон Рейн отметил, что платежный гигант обладает хорошими возможностями и для приобретения стартапов, и использования неограниченных возможностей для роста. Эта многолетняя стратегия связана с уникальным положением в экосистеме финтеха. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Увидимся с вами через неделю. Пока!